Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг и сегодня день Вознесения Господня. И Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Сегодня мы читаем с вами первую главу книги «Деяний», стихи с 1 по 12. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Итак, дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с сегодняшним праздником, с Днем Вознесения. И мы сегодня с вами прочитали книгу «Деяний», отрывок стихи с 1 по 12. Это отрывок, читаемый на Вознесение. Вообще, Вознесение – это очень важный праздник, который является печатью воскресения. Он запечатлевает весь тот подвиг, который совершил Сын Божий во имя нашего спасения. Это печать нашего спасения. Это то, что является завершением домосорительства нашего спасения. «Ибо воскреснув Христос, возносит человеческое естество, плоть и кровь человека. Ибо Господь Иисус Христос, Второе лицо Святой Троицы, Сын Божий – это Бог и человек». И вот, как сказано и в послании к евреям святого апостола Павла, Христос, да, он предтечью вошел за нас за завеса во Святой Святых, и тем самым ввел нас вместе с собой в присутствие Божие. То, куда раньше человеку был закрыт доступ в эту скинию небесную, в скинию нерукотворенную. Господь восходит на небо, воцаряется, да. «Господь, воцарися, в лепоту обличайся». Да, значит, соответственно, мы здесь видим вот эту вот интронизацию, воцарение Христа. Он принял зрак раба. Он во всем был послушен воле Отца своего небесного. И за это Бог даровал ему имя выше всякого имени, перед которым преклонится всякая коряна небесных, земных и преисподних. Все поклоняются Иисусу Христу. Почему? Потому что Он теперь сидит одесную престола Божия в Царстве Небесном. Он по божеству, да, тождественен, равен Отцу. И мы Ему поклоняемся как Богу. И вот без вознесения этого было бы невозможно. Да, то есть вознесение – печать нашего спасения. Вознесение – актуализация нашего спасения. Соответственно, сегодняшний отрывок и повествует нам об этом, говорит об этом событии, что после воскресения Христос являлся многократно своим учеником, о чем, собственно, и евангелист, и деписатель Лука сегодня говорит Феофилу. Ибо он говорит, что первую книгу написал к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, да, в Святым Духом, по велению апостолам, которых он избрал. То есть вот этот день. И на самом деле книга Дени начинается от периода Вознесения. По воскресенью он собрал своих учеников, повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. То есть после Вознесения становится возможным, да, после вот актуализации спасения, да, то есть потенциально Христос воскрес и воскресил человеческое естество, да, то есть вернул его к тому состоянию, к которому призвал его Бог. Через Христа человечество возвращается к этому первозданному состоянию. И это первозданное состояние должно войти в Небесное Царство. То есть через вот это вхождение в Небесное Царство человеческого естества человеку становится открыт доступ к тайне Небесного Царства. Не только к символу этой тайны, но к ее антологии, к ее сущности этой тайны. Только через Вознесение Христа. Соответственно, Господь говорит ученикам, что они должны быть в Иерусалиме, не отлучаться и ожидать обещанного утешителя, которого они не понимали еще, что это такое. Они поймут все, что говорил им Господь после принятия благодати Святого Духа в день Святой Пятидесятницы, да, в день Святой Троицы, о чем мы будем через 10 дней с вами говорить. Соответственно, здесь мы видим, что вот он дает это повеление. Видно, что они еще не понимают, ученики не понимают, что происходит. Они приняли факт воскресения, приняли его на веру. Хотя они, конечно же, видят Господа, но это чудо такое, что это сложно сразу воспринять. Они это воспринимают. Но дальше они не понимают, что происходит. Они опять ждут небесного царства. Не небесного, а земного царства. Они не понимают, потому что они спрашивают, не съели время, ты восстанавливаешь царство Израилю. То есть это земное, земную власть. Да, Христос воскрес, и теперь Он, воскресший, заново поведет земное царство к процветанию. Нет, Он говорит, что не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он смещает акцент не на то, что будет земным царством, а что мы должны сделать. Так же, как и мы в своей жизни, принимая Господа и живя во Христе, принимая Христа, мы всегда подходим с таким, знаете, вопросом, порой люди подходят, да, что теперь будет, у меня все в жизни будет хорошо, да, я буду вечно здоров, буду вечно жить, у меня не будет скорбей. Нет, нужно с другими вопросами подходить к Господу. А как мне теперь быть свидетелями твоего царствия, твоей благодати? И для нас еще важно эту благодать узреть, да, до нее нужно, как говорится, дорасти, вырасти из раба в сына и дочерь Божию. Да, как говорит апостол Павел, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет, уже ни Иудея, ни Эли, но все вы сыны Божии, поверьте во Христа Иисусу. Ну, так вот, до этого сыновства, вот этого удочерения Богу нужно вырасти еще, вот эту благодать почувствовать. И как, мы должны спрашивать, как мне быть свидетелем для окружающего мира, его преобразовать, преображать вокруг себя и свое естество? Не потреблять этот мир, а преображать через внутреннее, преображать внешнее. Вот к чему призывает нас Церковь и Господь. И вот происходит вознесение, и они отправляются в Иерусалим ждать обещанного. Но обещанный для нас с вами уже пришел, мы живем в благодати Божией, мы живем в осиянии благодати Святого Духа, поэтому должны в ней укрепляться наипаче в такие торжественные дни, как двунадесятый праздник. И сегодня, в день Вознесения Господня, я всем нам желаю прикоснуться к этому чуду Небесного Царствия через благодать Божию. А для этого нам нужно следовать заповедям Христовым и любить ближнего. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его сторонниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова